Сначала выездная комиссия осмотрела ход строительства лайковских очистных сооружений. Их планируют ввести в эксплуатацию в августе этого года. Еще одна точка – раздоры. Через год здесь планируют открыть детский образовательный комплекс. Пока все идет по плану. Проблема лишь в котельной. Тепло в здание должно быть подано к декабрю. Компании, которые возводят котельную для получения разрешения на строительство, необходимо провести земли в другую категорию. Без содействия властей в этом вопросе не обойтись. Мне по земле вся нужна история. Я ее зафиксирую в правительстве. Отправлю. До завершего дня ее надо сделать. Завтра отправлю на согласование в аппарат Габдара Ахманова. В итоге на заседании штаба было решено, что до начала отопительного сезона на территории комплекса появится модульная котельная. Сам же образовательный комплекс, в который войдут детский сад и школа, должен открыться к 1 сентября 2017 года. Он будет выполнен в едином стиле. Планы благоустройства и озеленения территории комплекса, дизайн проекта интерьеров, концепцию оформления фасадов – все это обсудили во время встречи. Что касается цвета, то темный точный, должен быть светлый. Если светлый, то вот этот цвет грязный. Все так и больше нужно очищать, пастельным сделать, чтобы теплее будет. Здесь детишки, особенно, часть, которая будет связана без фасад. Планируется, что подобные заседания штаба по контролю за строительством бюджетных объектов станут регулярными. Снеслав Трифонов, Мила Тарасевич, телекомпания «Одинцова».